Вообще, если задуматься, это ж сколько у общества доверия к системе? Совершенно ничем не обоснованного. Мы отправляем ребенка в школу и просто верим, что люди, работающие там, за копейки, будут вкладывать в головы наших детей научные знания, а не бред из паблика «Тайная природа вещей». Но если тысячи людей проходят марафоны желаний, отправляют последние деньги гадалкам и целителям, всей семьей подписываются на страницы «альтернативных историков». Русский язык самый древний в мире. Вся история – фальсификация. Рим построили славяне. Несложно сложить 2 плюс 2 и догадаться, что часть из этих людей окажется и в школе. Учителями. Нам просто не хочется об этом думать. Привет, просветители. Огромная проблема образования, и не только российского, две крайности. С одной стороны, учитель, который из урока в урок за унывным голосом зачитывает очередной параграф из учебника. Привет, сонное царство. С другой – девочка или мальчик. Зажигалочка с огнем в глазах, нестандартным подходом и необычными фактами, не имеющими ничего общего с наукой. Кому нужны эти скучные уроки русского истории, если нам учитель только что рассказал, что ирландцы – это русские? Я не шучу. Сегодня об этом поговорим. Латинский язык – выдумка, а хан-баты на самом деле – русский князь. Бум! Как нам повезло с учителем. Страдают от второго подхода чаще всего гуманитарные и естественные науки. И не только в школе и в вузе, но и в обычной жизни. Высшей математикой занимаются математики. А вот открыть новую страницу в лингвистике… Слово «Рим» придумали славяне, потому что если прочитать «Рим» наоборот, получится «Мир». Может, кто угодно. Ну, я же с детства на русском говорю. Физика – для физиков. А вот психологом может быть каждый. Но это же общечеловеческие проблемы. Да и врачей переоценивают. Я вот за своим организмом уже 36 лет наблюдаю. Так что могу сделать определенные выводы. О твоем здоровье. Кого я обманываю? Какие ролики? Какой ютуб? Я же знаю, в каком состоянии. Первый рабочий день. Кто-то впервые открыл глаза в новом году, салаты давно съедены, сил работать или готовить нет. Но вы знаете, что нужно делать. Вкусную разнообразную еду на обед в офис или на ужин домой с приличной скидкой вы можете заказать у наших друзей доставки еды Фудбенд. С моим промокодом ОСТАПО Фудбенд будет экономящая ваш бюджет скидка на все заказы и любые блюда. Приготовят и доставят по Москве круглосуточно и в любой день. Порадуйте себя хоть сейчас или в конце недели. В меню Фудбенд много вкусного. Пицца из печи с разными начинками. Классическая, острая или необычная. Если не хотите есть тесто, можно взять роллы с лососем или морепродуктами. Или красивую модную еду на обед. Покеболы Фудбенд сытные и большие, как необычные салаты с рыбой или креветками. А еще много горячих и сытных вог блюд со сковородки. Берите хоть все. Чем больше заказ, тем больше скидка. Скажем, порадуйте себя оригинальной пиццей Цезарь с курицей и пармезаном. Как салат, но сытнее. Или острой мексиканской. А еще есть горячие жареные баклажаны. Вариант для веганов. Кстати, для предпринимателей Фудбенд есть и франшиза. Помогут с открытием кафе или доставки. Подробнее по ссылке в описании. Ну а если просто хотите вкусно поесть прямо сейчас, пишем при заказе Фудбенд промокод ОСТАПОВ. Будет скидка. Кликаем по ссылке ниже и приятного аппетита. Недавно я уже говорил, что практически любую антинаучную фигню можно спокойно тащить в школу. И скорее всего, слово тебе никто не скажет. Главное, чтобы педагог разговоры о важном по расписанию проводил и, не дай бог, не оказался пацифистом. Но к такому потоку бредятины, о котором мы сегодня будем говорить, даже я не был готов. Я? А я о Дмитрии Певцове недавно рассказывал. Кстати, именно Дмитрий стал победителем нашей премии Трешанина года. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в голосовании в моем телеграмме. Дмитрий с победой. Заслуженной. Недавно мне написала подписчица из Екатеринбурга. Она работает в школе и является классным руководителем восьмого класса. Из серии «Что могло пойти не так?» В середине декабря в их школе проходила «Неделя русского языка». Если ваша «Неделя русского языка» выглядит не так, даже не думайте меня звать. И каждый словесник вместе с детьми представлял на суд публики какое-то мероприятие. Тот открытый урок, другой конкурс щитцов, третий круглый стол «Великий и могучий». Как вы понимаете, с таким названием тема могла быть либо «Путин», либо «Русский язык». Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. К сожалению, в Екатеринбурге решили поговорить о русском языке. Моя подписчица – преподаватель математики. Но даже у нее волосы на затылке зашевелились, когда она узнала, что конкретно попросили ее класс озвучить на круглом столе. Началась защита «Великого и могучего» с выступления преподавателя, в котором основной упор был сделан на противостоянии с... Англосаксами. Пытающимися прямо сейчас переписать историю и уничтожить русский язык. Хотя он самый древний в Европе. Сильное заявление, особенно для филолога. Но не волнуйтесь, дальше больше. Чтобы вы хоть немного понимали смысл всего того, что дальше будет озвучено, надо оговориться. Все эти русские – самый древний народ. Античной Греции не существовало. Не плод больной фантазии конкретного педагога. Нет. Это плод больной фантазии конкретного ученого. Анатолия Тимофеевича Фоменко. Сейчас, детишки, я открою для вас дивный новый мир. Новая же хронология от Фоменко. Все, что мы изучаем на уроках истории – бред. Ведь все, что раньше 10 века нашей эры – выдумки. Античности раннего средневековья в том виде, в котором мы их знаем, не существовало. Утритесь, древние греки! В греческом зале, в греческом зале. В средние века господствовала гигантская империя, включавшая в себя всю Европу и Азию. По некоторым данным и обе Америки. Центр и настоящее, сердце которой, правильно, Русь. Царусь, усрусь. К 2011 году книги по новой хронологии разошлись тиражом 800 тысяч копий. А вы говорите, что полярный популярен. Так что ничего удивительного, что в конкретной школе Екатеринбурга нашлась фанатка этого бреда. Удивительно, что она преподает русский язык детям. Наверняка вы слышали об этрусках, таинственном народе, жившем на территории современной Италии, и чья письменность до сих пор не расшифрована. По мнению официальной науки. Но в ЕКБ знают лучше. Ученые скрывают, что этрусская письменность давно расшифрована и представляет собой не что иное, как запись русских слов. На базе этруской культуры была создана римская, на базе римской вся западная цивилизация. Запад просто не может признать, что у истоков всего стояли мы, славяне. А русский язык был предком всех языков мира. Не верите? Смотрите. Это явно русское слово. Ну, просто прочитайте. Зеркало. А еще практически каждое иностранное слово можно объяснить с помощью русского языка. Минутка занимательной лингвистики. Со стоповым. Что вы здесь видите? Клубнику? А если присмотреться? Страв? Бери. А где же еще клубника-то растет? Из этих надписей следует, что Москва существовала не только до Рима, но именно по ее приказу этруски воздвигли этот город, назвав его в духе русских традиций. Миром. Другое дело, что слово мир, написанное в русской традиции, согласно этруским правилам, следовало читать в обратном направлении. И он стал вычитываться как Рим. В Риме, созданном этрусками, для которых родным был русский язык, а неким солдатским жаргоном язык этруский, следовательно, довольно долго звучала русская речь. Я бы, конечно, попытался возразить, что вообще-то название города Рома, и, соответственно, никакого мира наоборот. Но тут такую красивую теорию выстроили, что аж портить обидно. Кстати, оказывается, особенность русского языка, с которым так борются англосаксы, способность вскрывать обман историков и религиозных деятелей. Да, все настолько серьезно. К какому веку христиане относят жизнь Иоанна Крестителя? Да, того самого, что крестил Иисуса Христа. Правильно, в первому веку нашей эры. Но школьники из Екатеринбурга узнали, благодаря своей учительнице, что если подключить русский язык, пожалуйста, оставьте его в покое. Мы поймем, что на самом деле все происходило в 11 веке. На тысячу лет промахнулись. Дело в том, что... В Риме появляется некий патриций по имени Иоанн Хрисцентий, явное видоизменение евангельского имени Иоанн Креститель. Соглашусь, без русского тут был, конечно, не обойтись. Иоанн Кресцентий, Иоанн Креститель. Ну, практически одно и то же слово. Правда, в латинском оригинальном варианте между Кресцентиус и Баптиста не очень-то много общего. Но почему вы решили, что в Риме в то время не говорили по-русски? Потому что на Руси, вот, к примеру, свободно говорили на греческом. Басилевс по-гречески царь. Следовательно, имя Василий тоже значит царь. Какой мы можем сделать вывод? Правильно! Никакого Василия Блаженного не существовало. Это просто блаженный царь. Практически миллион копий вот этого лингвистического труда разошлось по нашей стране. Ну и да, знаете, такая своеобразная заметочка на полях. Фоменко не лингвист. Сейчас многие россияне пытаются получить шенгенскую визу. Ну, дурачки, честное слово. Ведь каждый россиянин европеец, ну, точнее, ирландец. Судите сами. Айриш? Ирландский. Россия? Раша. Некоторые согласные совпадают. Значит, в прошлом это был один народ. Не беда, что в этих словах с в разных морфемах находится. В первом случае в суффиксе, во втором в корне. Не проблема, что вместо русского и ирландского эти слова решили сравнить почему-то в английском. Да и в слове Ирландия нужных согласных не нашлось. Поэтому пришлось использовать прилагательное. Но это такие мелочи. В общем, запомните. Ирландцы на самом деле русские. А русские ирландцы. Хотя, возможно, в обратную сторону это не работает. Само название Самара в обратном арабском прочтении А-Рамас означает Рим, столица. Жители Самары уже почувствовали себя итальянцами? Ну, или как минимум столичными товарищами? Нет? Странно. А вот лингвисты утверждают, что вы в Риме живете. Почему мы вообще должны читать слово в обратном порядке и искать арабские аналогии? Да бог его знает, почему нет. А Москва по-арабски тогда овском. Почему здесь ничего интересного не нашли? Или это только с Самарой работает? Вообще с Самарой тоже не очень. А Рамас и Рим не одно и то же. Но если мы выбросим все гласные, а сторонники этого течения только этим и занимаются, то мы получим практически одно и то же слово. С тоже можно выбросить. Мы здесь уже столько всего повыкидывали, что одной буквой больше, одной меньше. Какая разница? Вообще, конечно, сама мысль, что арабы читают европейские слова в европейских же языках справа налево, это, конечно, мощно. Подходят в Париже к магазину Диор и пытаются справа налево читать. Я вот, к примеру, как с мангой познакомился, теперь все книги только так и читаю. Первоначально рекой Темзы назывался пролив Босфор в современной Турции. По поводу Темзы добавим следующее. Это название пишется как Темз. Событие происходит на востоке, где, в частности, арабы читают текст не слева направо, как в Европе, а справа налево. Слово пролив звучит как саунд. При обратном прочтении получается ДНС, без огласовок, что, может быть, воспринималось иногда как ТМС, Темза. Вы все еще здесь? Если взять слово Темза и выкинуть из него все гласные, потому что кому они нужны, и слово пролив прочитать с конца, и потом опять же выкинуть гласные, пусть знают свое место. Из трех оставшихся букв у нас совпадает целая одна, что бесспорно свидетельствует о правдивости этой теории. Что из этого выступления должны были вынести восьмиклассники? Творите со словами все, что заблагорассудится, находите одну совпадающую букву, и вуаля, лингвистическое открытие. Очень научно. Оказывается, именно русский язык может открыть нам древнюю тайну. Притом любую. Все мы знаем, что по Библии евреи из Египта спасались. Ну, помните, Моисеи разводят воду руками. Но на самом деле все происходило рядом с нами. В древнерусских текстах Красное море называют Черным. А на что это сейчас похоже? Правильно, на черное. А значит, евреи путешествовали по территориям современной Турции, Украины и России. В других языках, правда, таких аналогий близко нет. Но какая разница? Русский язык самый древний. Помните по урокам истории племена скифов? Так вот, это на самом деле шотландцы. Да-да, не удивляйтесь. Шотландцы скоты, а скифы после скот. Значит, это один народ. Мне кажется, что я со стендапом выступаю. Английское слово остров сегодня пишется так. Айленд. Но что означало оно в древности? Что если это Азиаленд? То есть азиатская страна. То есть страна, расположенная в Азии. Без огласовок мы имеем Азиаленд. Сун-д. Айленд. Сун-д. То есть это одно и то же слово. А вы знаете, что кот это кит? А еще рыба кита, собака кита и слово кто? О, а что, если убрать гласные, то останутся одни и те же согласные. Я и сам в некотором роде лингвист. Русский язык со стоповым. Русский язык настолько богат и могуч, что аж на Библию повлиял. Скопление названий типа Сар или Рос-Рос в обратном прочтении мы видим сегодня именно в России и именно вокруг Волги. Саран, Саратов. По-видимому, имя Сар, то есть Рос, зародилось именно здесь, а затем превратилось в Царь и распространилось в 14 веке на запад и на юг, а потом попало и на страницы Библии. Если наш язык всем языкам язык, то от других такого сказать нельзя. Еврейский язык, упоминаемый в церковных текстах, это просто иероглифическая система записи греческого языка. Это письменность, а не устный язык. При переходе с еврейского языка на греческий изменилась лишь система письменности. Устный язык остался, естественно, прежним. Шах и мат, евреи. Еврейский язык это на самом деле греческий язык, записанный египетскими иероглифами. Сейчас, мне кажется, подавились все и греки, и евреи, и египтяне. А нам ничего. Мы на русском говорим. В 12-13 веках было, по-видимому, специально создано два новых письменных языка. Церковнославянский и латинский. Они предназначались, соответственно, для стран Восточной и Западной Европы. Лишь в 13-15 веках в богослужении греческий язык был заменен на Западе латинским языком, то есть итальянским, смешанным с греческим. Латынь появилась в 13 веке, а нам все еще пытаются доказать, что это древний язык. Ага, древнее русского. Заговор англосаксов. Дальше идет кусок о том, что Иван Калита на самом деле хан Батый, а его брат Чингисхан. Но можно мы это просто пропустим? Ведь и так всем адекватным людям понятно, что никакие монголы не могли захватить Великую Русь. Фальсификация истории. И это только начало. Дело в том, что по мнению новой хронологии, вся история Киевской Руси это обычная копирка с московского государства. Киевской Руси не существовало. А вот эта идея некоторым бы нашим политикам очень понравилась. Смотрите, князь Святослав правил 27 лет, а Дмитрий Донской 26. Совпадение? После Донского 36 лет правил князь Василий, а выдуманный князь Владимир, Красносолнышко, 35. Теперь-то поняли, где собака зарыта? Киевских князей просто выдумали. Ну, скопировали с московских. Правда, между Святославом и Владимиром был еще ирополк, которому никакой аналогии, увы, не нашлось. Но это я просто придираюсь. Мы надеемся, что непредвзятый читатель уже убедился, что нами руководить неумолимая логика научного исследования. Мы вынуждены двигаться далее по этому пути, если хотим оставаться на почве здравого смысла и строгой научности. Да, логика в этих исследованиях действительно неумолима. Раскол между мусульманством и православием произошел лишь в 15 веке. И лишь потом, когда все это было забыто, отделение мусульманства от христианства отнесли в далекое прошлое, примерно на 600 лет назад. Вот наш народ на религиозной почве пытаются разделить. А на самом деле, до 15 века это была одна религия. Так профессор Фоменко утверждает. Альтернативные медицины, биологии, истории, лингвистика. Привет, Задорнов. Ну тупые. Уже давно захватили наши соцсети и полки книжных магазинов. Но это же не книги на агентов. Их-то прятать не надо. Но теперь все это добро с каким-то пугающим упорством направляется в школы и вузы. Надо же детишкам, правда, о языке рассказать. И если у меня, вооруженного курсом сравнительного языкознания, подобные русские ирландцы вызывают только нервную улыбку, ну знаю я, что наука так не работает. Тут возьмем часть корня, а вот тут суффикс. Гласный, естественно, выбросим. Павел абьюзит гласный на протяжении целого видео. Вот это слово прочитаем наоборот. И по-русски, хотя это латынь, готово. То школьникам сложно не поверить в этот бред. Особенно если он поддан не так концентрированно. Вчера Мария Ивановна рассказывала нам про чередующиеся гласные, а сегодня про Ивана Калиту Батыя. Наверное, и то, и то правда. Проблема в том, что если вы захотите проверить мои слова, то легко найдете множество научных работ. Просто вбиваете «Фоменко», «Новая хронология», «Лженаука» и тут же попадаете на массу разборов известных ученых. А вот школьники этим заниматься не будут. Им просто учитель на листочке раздал доклады. Прочитали на круглом столе и пошли по своим делам. А тезис «История сфальсифицирована» в голове остался. Мысль и слово «Можно что угодно вырывать» тоже закрепилась. Спасибо, школа! Но не будет каждый школьник проверять лекцию доброй учительницы биологии. Женщина хранит генетический материал всех мужчин, с которыми у нее были половые отношения. Так ученые говорят. Ну раз ученые! Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там весело, интересно. И все новости образования появляются гораздо раньше. Сейчас вы видите имена моих топовых спонсоров на Бусти. Вы, кстати, тоже можете подписаться. И получить ранний доступ ко всем роликам, видео без рекламы и дополнительные бонусные материалы. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!